Икс Икс, с вами Вилли Викс. Передаю всем привет и особенно моей лучшей подруге Насте, главному спонсору спортивной команды Боско Раша. Думаю, у вас сейчас возникнет вопрос, почему у меня такой боевой раскрас. Просто я недавно приехала с концерта по танцам и мне было лень смывать все это на мне. И кстати, вчера на моем канале стукнуло миллион подписчиков, что может быть круче? Ладно, шучу. 40 тысяч подписчиков и 10 миллионов просмотров. Спасибо вам, я вас просто обожаю. И вчера ко мне огромным сюрпризом приехал сет Трикостлон. И поэтому сегодня я решила немедля снять обзор на этот набор. Сет является эксклюзивом американского магазина Target. Несмотря на то, что серия называется Трикостлон, лично мне кажется, что этот набор как-то связан с серией Dragon Games. Слово Трикостлон взято по аналогии слова Триатлон или же Биатлон, что и соответственно Биатлон два вида спорта, а Триатлон три вида спорта, что мы и видим в данном сете. Сирис занимается легкой атлетикой, Хантер стреляет из лука, а Лизи Хартс истинный игрок в крокет. На данный момент вышел только один в эпизод, связанный с этой серией. В русской озвучке его название звучит как «Кракета-строфа». В этом веб-эпизоде Apple и Raven вызвались редакторами школьного журнала. Но вместо согласия и решения, к которому они должны прийти, девочки лишь спорят и ссорятся, а журнал так и остается неоформленным. Ссора доходит до такой степени, что Лизи предлагает решить им все поединком. Победительница станет старшим и главным редактором, который определит оформление журнала, а проигравшая будет ее помощницей. Соревнования проходят до позднего вечера, и Apple с Raven должны сделать последний удар. Но кто же победил? Ну разумеется, дружба. Сет интересен не только тем, что он новый, но и тем, что выпустили Хантера в новой серии. И впервые в истории Ever After High появился тройной сет. Большая и длинная коробка данного сета радует глаз. Оформлена она по-старому в виде красивых книжных томиков. Слева от нас видим привычный нам корешок книги. Здесь изображены печать Ever After High, три спортсмена, входящие в набор, их имена, чьи они дети и значок каждого персонажа. Рядышком есть напоминание, что этот набор можно купить только в Таргете. С правой стороны коробки видим значок серии. Это кубок с вылетающими оттуда звездами, ромбиками и сердечками. Сбоку коробки корешок книги, с другого бока имитация страничек. На задней стороне коробки есть рассказик. Это день Трикослон. Самое захватывающее спортивное событие года школы Ever After. Школы, находящиеся далеко или близко, присылают своих самых героических спортсменов на турнир и ожидания высоки для эпического соревнования. Но мы уже знаем результат. Не важно, кто победит игры, наши ученики всегда выигрывают в легендарном спортивном стиле. Ниже есть арты персонажей, их анкеты, а также три других героя базовой серии. Дарлинг, Фейбл и Банни. Господи, я одна не понимаю, где здесь связь. Тут нарисованы базовые куклы, а там Трикослон. Что это такое? В набор входят три подставки, дневничок и расческа. Начнем наше знакомство с сетом Трикослон. И первый герой это Сирис Худ или Черис. Как и говорилось ранее, девушка представлена тут как спортсменка из команды по легкой атлетике, куда она очень мечтала попасть. У Сирис довольно бледный макияж. Серебряные тени гармонируют с бледно-красной подводкой и темно-красными губами. В прическе Сирис Трикослон нет ничего необычного. Длинные коричневые волосы до колен с прямой челкой, в которую плетены белые пряди. Как и положено, чтобы скрыть волчьи ушки, которых у куколки нет, Сирис надела на себя красный капюшон, соединенный с ее фиолетовой кофточкой без рукавов. На кофте нет никаких узоров, за исключением пересекающихся фиолетовых линий. Посередине расположен герб школы Эвер Афтехай. На талии у Сирис расположен коричневый пояс с завязками, а на шее красуется серебряный секундомер. Ведь он обязательно пригодится ей, чтобы ставить рекорды в забегах. На ножках дочери красной шапочки черные леггинсы с золотистой линией на боку. Сирис носит красные ботинки с черной шнуровкой. Куколке прилагается золотистая сумочка в виде фляги, чтобы утолить жажду Сирис, которая явно захочет пить после быстрой пробежки на время. Далее рассмотрим Хантера. Хантер в коллекции «Три костлон» многим напомнил Китнис Эвердю из «Голодных игр» из цветовой гаммы. Русские волосы Хантера убраны на левую сторону лица, а остальная часть – коричневый флок. Губы слегка обведены коричневым цветом. Хантер одет в коричневую жилетку, стилизованную под кожу и с красными вставками и гербом школы Эверафтер на левой стороне груди. К жилетке пришли также и фиолетовый капюшон. Аксессуаров у Хантера Хансмана немало. У него есть коричневый лук, перчатка лучника с ремешками и, конечно же, колчан с золотыми стрелами на ремешке. Хочется верить, что он украл их не у Кьюпит. На ногах у Хантера черные брюки и высокие коричневые сапоги на ремешке. Ну и завершает тройной пэк трюк-остлон кукла Лиззи Хартс. Волосы Лиззи окрашены в черно-красный и завиты назад, убираясь в хвостик. Ее глаза подведены нежно-красным, а губы – насыщенным оттенком красного цвета. На левом глазу, как и всегда, нарисовано красное сердечко. Свои прекрасные глаза Лиззи прячет под золотистым козырьком, который благодаря узорам больше похож на тиару. Помимо козырька у Лиззи Хартс-Трик-остлон есть золотистые сережки, дополняющие ее царственный образ. На шее расположился пышный золотистый воротник. Завершают комплект аксессуаров золотистые браслеты, сделанные под оборку перчаток, под которые черным окрашены ее ручки. На Лиззи надето красное платье в черные сердечки и рукавами-фонариками. Посередине сделана красочная вставка с узором из желтых и черных сердец, а на груди герб школы Эвер Афтер, ничем не отличающийся от других. На ножках у Лиззи черные шнуровные ботиночки с каблучком-сердечком. А на этом наше видео подошло к концу. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки под этим видео. И также напишите ваш отзыв о моем обзоре. Я вас всех очень люблю! Be cool and crazy! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok